Доброе утро, дорогие друзья! Для меня оно по-настоящему доброе, потому что сегодня гость нашей студии замечательный человек. Совсем недавно он отметил свой 60-летний юбилей. Это известный в республике, не только в Карачаево-Черкесии, литератор, журналист, поэт, прозаик. Это человек, который уже долгое время возглавляет республиканскую газету «Черкес Хэку». Я надеюсь, вы догадались, что сегодня гость нашей студии Увжук Аскребевич Тхагабсова. Доброе утро! Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии. И скажу честно, я рада тому, что именно у меня с вами будет сегодня разговор, потому что вы человек настолько интересный, разносторонний, и я бы не хотела упускать такую возможность встретиться с вами. Спасибо. Увжук совсем недавно 60 лет отметили. Я люблю этот возраст называть возрастом зрелости, возрастом мудрости, особенно для мужчин, уж не обессудьте. Возраст, когда очень многое прожито, пережито, и очень многое еще впереди. Возраст, когда есть большой опыт, жизненный опыт, профессиональный, но в то же время можно еще чему-то научиться. В общем, классный возраст, на мой взгляд. Как вы его встретили? Вообще-то вот эти 6-0, это в чью пользу? Вашу? Вы знаете, интересный вопрос, конечно. Но некоторые юмористы говорят, что 60 лет – это юность старости. Юность старости, даже не молодость старости, а юность еще. Поэтому вы правы, вы заметили правильно, что вроде бы что-то прожито. С прожитыми годами можно было бы подумать, что какие-то дела решились, и планов меньше стало, а тут наоборот, почему-то наоборот получается. То есть с каждым разом появляются какие-то идеи, какие-то планы. И это не только касающиеся личной жизни, это и общество, и литература, скажем, да, и журналистики, и самой газеты. И вообще переосмысливаешь, мне кажется, многие вещи, которые в молодости, где-то, может, не замечал, где-то в молодости, не так оценивал, переоцениваешь, мне кажется. Но когда меня спросили, как себя ощущаешь в 60 лет, я сказал, как и в 59 лет. Так что... Ну, здорово, я очень рада видеть вас и в полном здравии, и не упущу возможности отметить в хорошей физической форме. Я надеюсь, что и творческое настроение у вас такое же. Вот прежде чем прийти к вашей непосредственной работе, которой вы занимаетесь уже без малого 20 лет, мне хочется вас спросить вот о чем. Никогда не поверишь, что человек, который с раннего детства не любил читать, не любил книгу, не любил слово, и тем более родной язык, что он выберет для себя вот тот путь, по которому пошли вы. Я вырос в многодетной семье. Многодетной семье. Я еще только умел, только начинал говорить, это мне рассказывают. Я как во сне только помню этот возраст детский. А старшим братам давали задание выучить наизусть стихотворения. И они вслух друг друга читают, а я с ними повторяю. Понимаете? И получилось так, что я несколько стихотворений четко уже выговаривал, когда четко еще не умел сам не только говорить, но говорить какие-то слова мог, наверное, раз могу читать наизусть. Но выражать свои мысли еще не умел, а это распространилось по улице, говорит, вот этот мальчик. И когда старики, такие хорошие старики, они собирались на перекрестке у нас на улице, и даже отец мой в то время был молодой, что он не садился с ними, со стариками. А старики меня на колено сажали, на колени. И давай, прочти нам стихотворение. Я читал. И они как-то, ну не знаю, может, и с этого началось все. Но если сказать, когда мы осознаем свою жизнь, если вернуться в сознательную такую жизнь, не в детскую эту, после четвертого класса, если не ошибаюсь, или третьего, нас перевели в среднюю, не в среднюю школу, а у нас три школы было в Алибердуковске. начальное и как бы среднее, и до шестого даже. А потом дальше уже двухэтажное здание, старое вот это здание в ауле, которое в Алибердуковске в школу переводили. И, в общем, получилось так, что нас начал родному языку обучать Шоров Хасим Мисостович. Его уже нет с нами. Очень жаль, такой, как учитель, как человек, он был величайшим человеком, так скажем, да? Может, автология тут. И он, он нас учил, ну как, непринужденно нас учил языку, литературе, и получилось так, что мы, по-моему, полюбили. Отношения у нас совсем по-другому пошло. Не то, что, ну, на улице это, на бытовом уровне это одно, а тут он начал с нами заниматься как педагог, профессионал. И в седьмом классе нам задают задание, изложение написать, кем хочу стать. Как раз под впечатлением. До этого я читал про Алексея Мересева, вот, летчика, героя. И я написал, хочу стать летчиком и так далее. Ну, на следующем уроке разбор полетов, тот молодец, там недостаток такой и так далее, разбирает там нашу работу и доходит до меня и говорит, а вам пять, тебе пять, говорит. И я хочу послать, говорит, в областную газету «Ленинур», нынешнюю Черкесхаку. Ну, и впервые было в седьмом классе напечатана вот маленькая такая статья, кем хочу стать. Вот, мне кажется, так все началось. Вот так началось, мне кажется. Вы окончили Кабардино-Балкарский университет государственный. Да, да. Отделение «Кабардинская литература и язык». Как дальше сложилась ваша жизнь? Не потому что писать вы начали еще до того, как окончили вуз, верно? Да. Ну, опять-таки, в университете, в факультетах общественных профессий был, где обучали разным специальностям. Я выбрал журналистику, и три года я на вечерних курсах, в университете же, ты три года учился на журналиста, параллельно, с основной профессией. И я получил диплом журналиста. Еще не закончив вот эту базовую, не имеющую базовое образование, кабардинский язык и литература, русский язык и литература, я уже имел диплом журналиста. Да, в университете. И, естественно, просто так человек не идет ни в какую профессию, мне так кажется. И я сотрудничал с местными газетами, с радио и с телевидением даже, в Каприно-Балкарии. Я был приглашен в газету «Советская молодежь», которая до сих пор выходит под этим же названием. «Советская молодежь». Тоже интересный факт. Советский Союз сколько лет уже как не существует, а тут «Советская молодежь» газета. И мы начали выпускать газету в газете «Полоцы» на кабардинском и на балкарском. То есть в русскоязычной газете на родном языке. Да. «Псна» родник. «Псна» на кабардинском, «Шаудан» на балкарском. Балкарец выпускает, я как черкес-кабардинец выпускаю вот эту полосу. У меня было освобождение от занятий через ректорат. И я до завершения университета, это как называется, недостанционно, как сейчас принято, ну, в общем-то, таким образом, я и очно закончил, работая в «Советской молодежи», сотрудничая. И еще не закончил в третьем, или в каком году, ну, то есть, году учебы, имеется в виду. В 1990 году я был принят в «Союз журналистов СССР». Ух ты! Будучи очным студентом. Вы занимаетесь, кроме сочинительства, вы переводами еще занимаетесь. Вот этот факт меня очень поразил. Причем переводами совершенно неожиданных языков. С аварского, армянского. Пожалуйста, расскажите, что вас заставило заниматься? Ну, наверное, должно было что-то произойти, случиться что-то? Знаете, при советской власти еще существовала школа переводческая, когда мы все народы друг друга через литературу познавали, так скажем. Я, например, Дагестан полюбил, честно сказать, через Гамзатова, у него же великолепная книга, «Мой Дагестан». Столько впечатлений было у меня. Ну, вы помните, да, вот те добрые старые времена, когда вот Айтматов, через литературу мы другие народы узнавали. И были очень добрые взаимоотношения. Мы это помним. И в настоящее время, к сожалению, отсутствует вот эта школа, переводческая школа. Мы уже не занимаемся, к сожалению. И я стал заниматься еще давно, еще давно. Может, даже это еще при советской власти еще переводческой работой. Я перевел... Ну, конечно, это с языка не переводится. С аварского я не смогу перевести, но есть подсрочники или уже художественно переведенные на русский язык. И через вот эти переводы, подсрочники или художественные переводы на русский язык, вот через эти работы я переводил уже на черкесский язык. У меня 52 автора переведенных. есть там и аварцы, и лизьины, и чеченцы, и негуши, и калмыки, и русские, и карачаевцы, и нагайцы. Ну, я могу сейчас не перечислить всех, но... Еще одну фамилию вы не вспомнили, вернее, еще одного автора. Когда я узнала, что вы переводили Высоцкого, ну, я просто вот в какой-то ступор впала. Это было тоже давно. Я, его стихотворения «Гололед», «Мангуст» и «Очередь». Вот эти три стихотворения были мною переведены на черкесский язык. Ну, Высоцкий – это Высоцкий. Вот стараемся. Действительно, хочется, чтобы наши читатели знали, что представитель других народов тоже дышит тем же воздухом, такие же проблемы, такие же успехи, у нас все одинаково, нам нечего делить, кроме вот, как сейчас Ваша улыбка, вот это, вот это надо делиться улыбкой, добрыми делами делиться, и все. А не зная друг друга, это, как говорится, любовь, это не одностороннее чувство, это то же самое. Взаимоотношения народов, это очень сложно, надо к этому относиться, мне кажется, серьезно. Вы знаете, вот что мне всегда нравилось, уж простите за такую комплементарную паузу в нашей беседе, мы не часто с Вами встречаемся по роду деятельности, но Вы, вроде бы, делаем одно дело, но в разных форматах, да? Но вот каждый раз, когда я за Вами наблюдаю со стороны, меня поражает вот Ваш взгляд. Он такой открытый и с лукавинкой, и вот он такой проникновенный очень, и в то же время он говорит, ребята, все будет хорошо, Вы не расстраивайтесь, у нас все будет хорошо, обязательно. Это вот мое личное впечатление, и сейчас, слушая Вас, я абсолютно уверилась в том, что оно не обманчиво. Вы настолько любите людей, Вы настолько даже нетолерантны, это какое-то очень сухое определение. Вы человеколюб. И я никогда, наверное, не удивлюсь, если узнаю, что у Вас друзья, я где-нибудь, ну, не знаю, в Африке, в Австралии, на другом каком-нибудь континете. Очень много друзей. Потому что Вы такой, Вы такой. Уважаемые телезрители, продолжение беседы с заслуженным журналистом Крачаева Черкесии Ужуком Тхагапсовым смотрите в следующую субботу, 11 сентября, в 8 часов.